Привет! Меня зовут Сергей и сегодня я расскажу вам, какими видами спорта я занимался в моей жизни, да? Было много разных видов спорта и я расскажу вам эту историю. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, когда я был маленький, я очень любил плавать. Вот, плавать. Я плавал в озере, да? У нас есть озеро, озеро. Это озеро Байкал. Я плавал в реке, да? Я плавал в реке. Я плавал в бассейне, да? У нас есть бассейн. Вот, я плавал в бассейне. И я даже занимался плаванием профессионально, когда я был маленький, и я участвовал в соревнованиях. И иногда я занимал первое место. Да, да, да. И у меня было много дипломов и сертификатов. Я очень любил плавать. Однако, когда мне было десять лет, у меня появилась астма, да? Бронхиальная астма. И у меня была аллергия, да? На хлор. В бассейне часто есть хлор. Это такой... Я думаю, так? Я не уверен. Вот. И хлор очень много в бассейне. У меня аллергия, и поэтому больше я не мог заниматься плаванием профессионально, и не мог участвовать в соревнованиях, к сожалению. Кроме того, мой папа, он любил заниматься теннисом. Да, он любил заниматься теннисом, и он говорит, Эй, Сергей, давай заниматься теннисом вместе. Но мне не нравился теннис, да? Мне нравился теннис, и я не стал заниматься теннисом с папой. Папа был тоже очень грустный. Но, когда я был маленький, я любил играть, конечно же, да? Я любил играть в футбол. Вот. Я любил играть в футбол с моими друзьями, и мы очень часто играли в футбол во дворе, да? У нас были дома здесь, вот, такие многоэтажные. Здесь это квартиры, вот. Здесь был один дом, и здесь тоже был один дом, вот. И вот это, вот это место, это называется двор между домами, да? И во дворе мы часто с другими мальчишками вместе играли в футбол. И это было очень весело. И я также любил смотреть футбол. Но я думаю, что я это делал, потому что все любили футбол. И я хотел быть как все. Но со временем я понял, что мне не нравится футбол. Мне не нравится теннис, и мне не нравится футбол. Мне нравится играть немного, но мне не нравится смотреть футбол, да. Кроме того, когда я был в начальной школе, то есть первый, второй, третий класс, я занимался шашками, да? Это шашки. Не шахматы, да? Шахматы, это у нас есть много больших фигур. А шашки, они маленькие фигуры, и они плоские. И я играл в шашки в школе. У нас был шашечный клуб, вот. И мне очень нравилось, было очень интересно, да. Также, я любил ходить в походы с моими родителями. Мой папа, и я, и моя мама, и моя сестра, мы часто ходили в поход. Может быть, в лес, или мы ходили в поход в горы, и это было очень классно. И я до сих пор, то есть сейчас, я тоже люблю ходить в поход. Вот, это очень интересно и очень весело. Вот, когда мне было 10-11 лет, мой папа делал мне подарок, да? У нас есть подарок, да? Подарок на день рождения. Он организовывал пейнтбольный матч для меня и моих друзей. И мы ходили играть в пейнтбол. Да, пейнтбол, пейнтбол. Да, это было очень весело, очень круто. И мы стреляли друг в друга из этих, можно сказать, винтовок. Да, и в них есть маленькие шарики. Да, такие шарики. И в этих шариках есть краска. Красная, такая зелёная, жёлтая, разная краска. Это было очень круто, вот. Также, когда я был тинейджером, я начал заниматься хапкидо. Хапкидо это корейское боевое искусство, да? У нас есть разные боевые искусства. Есть карате, есть тэквондо, есть айкидо, вот. Ушу, да, кунг-фу. Это разные виды боевых искусств. Но я занимался хапкидо. И это было тоже очень интересно. И я даже смог получить синий пояс. Да, у меня был синий пояс по хапкидо. Но потом я начал потихонечку взрослеть. Я стал подростком, тинейджером, да, подростком. И я ходил на разные вечеринки, я пил алкоголь. И я перестал заниматься хапкидо. Да, такая ситуация. Но, когда мне было 14 лет, 14 лет, я узнал о скалолазании. Да, это скалолазание. И это очень классный вид спорта. Очень интересный. Потому что первый раз я лазил по скале в Таиланде. Когда мне было, я думаю, 14 лет. И потом я вернулся в Россию и стал ходить на скалодром. Скалодром. Скалодром это как спортзал, где ты можешь лазить. Вот, как здесь эта девушка лазит. Но сейчас я не занимаюсь скалолазанием. Потому что сейчас здесь в Хойане нет скалодрома и нет скал. Может быть есть, но у меня нету оборудования. Да, нет вот этой обвязки, беседки, верёвки. К сожалению, у меня этого нет. И мне нужен компаньон для этого тоже, да. Кроме того, когда мне было 15 или 16 лет, я начал заниматься бегом. Я бегал по лесу, да, лес. Я бегал по плотине. У нас в Иркутске есть плотина, да. У нас есть, то есть, как сказать, река. Вот, это река. И здесь у нас большая плотина. Вот она, плотина. И здесь, получается, у нас выходит вода дальше. И вот здесь дальше идёт река, да. А здесь можно ездить машины по этой плотине. Вот, и у нас... И я часто, здесь можно было бегать, я часто бегал по плотине в Иркутске. Это было очень классно. Я встречался с моей подругой, и мы вместе бегали и разговаривали. Вот. И сейчас я тоже иногда бегаю, когда у меня очень мало времени, то я быстро-быстро бегаю. И да, это очень здорово. Однако, когда мне было восемнадцать, девятнадцать лет, я учился в университете, и я пытался делать бизнес, и у меня не было времени заниматься спортом. Поэтому я немножко потолстел, да, немножко, немножко поправился. Вот. Но, когда я после университета поехал в путешествие, да, путешествие по Азии, да. Помним, я был в Монголии, в Китае, во Вьетнаме, в Таиланде. Да, это путешествие. И тогда я очень мало ел, и я очень сильно похудел, да. То есть я был такой, а потом я стал такой. То есть я потолстел сначала, а потом я похудел, вот. И да, я был очень худой, да-да-да, долгое время. Но потом, примерно три года назад, до ковида, до коронавируса, я вернулся в Россию, и я решил начать заниматься, начать ходить в спортзал, да. Потому что я думаю, о, я слишком, слишком худой, и мне нужно больше силы. И я стал заниматься спортом, стал ходить в спортзал, вот. И да, и сейчас я до сих пор хожу в спортзал три раза в неделю, мне это очень нравится. И кроме того, я не только хожу в спортзал, я также люблю ходить. Да, я хожу долгое время, да, на длинные расстояния, я хожу, хожу, хожу. И это тоже такой вид спорта, можно сказать так. Ну что, это всё на сегодня, друзья. Спасибо, что вы смотрели это видео. И расскажите мне и другим, пожалуйста, какими видами спорта вы занимались в вашей жизни. Какими спортами вы занимались раньше, и какими видами спорта вы занимаетесь сейчас. Напишите в комментариях там, и я думаю, нам будет интересно. Если вам нравится это видео, и вы хотите поддержать, да, поддержать мой проект, то вы можете нажать на кнопочку спасибо, да, спасибо под этим видео. Или вы можете стать моим патроном, вот здесь. И там вы получите много разных вещей, таких как транскрипции к эпизодам, разные встречи с друзьями, которые говорят по-русски, да, присоединиться к нашему сообществу, или встретиться со мной. Это тоже будет здорово. Так что, да, переходите по ссылке туда, не забывайте. И желаю вам всего хорошего, друзья. До скорого и пока-пока!